МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Граффити внедрили в историческую среду крепости. Самоуправление Латвии сумели добиться от правительства повышения процента подоходного налога, поступающего в местные бюджеты из госказны. Таким образом, если сейчас отчисление составляет 75%, то уже в скором времени этот показатель вырастет до 78%. Увеличение на 3% – это тоже для муниципалитетов много. Ранее снижение доли подоходного налога ударило по бюджетам самоуправлений, которые в первый же год недополучили 104 миллиона 600 тысяч евро. Крупные города как-то смогли справиться с этим ударом, а вот более мелкие самоуправления оказались в сложном положении. Ярким примером тому стала ситуация в Резакне. Недовольство росло, и правительству пришлось пойти на компромисс сократить свою долю в подоходном налоге до 22% и увеличить долю самоуправления до 78%. Хотя это и не восстановило прежние соотношения 80 на 20, но зато стало значительной поддержкой для местных бюджетов. Также правительство выделили 2,5 миллиона евро приграничным самоуправлением, таким как Алуксинскому, Аугждаговскому, Балскому, Лутинскому и Красновскому краям. Кроме этого, планируется освободить муниципалитеты от платы за обслуживание новых кредитов, а дотации на финансовое выравнивание увеличатся на 14 миллионов евро. Общий кредитный лимит для самоуправления на 2025 год будет увеличен на 50 миллионов. В Екапилсе появилась еще одна дорожка для пешеходов и велосипедистов, по которой теперь можно дойти, доехать из Екапилса в поселок Сала. До этого знакового события жителям на протяжении многих лет переходилось передвигаться по обочине дороги, что небезопасно. Большую роль в реализации данного проекта сыграли сами горожане. Подробности в сюжете наших коллег из Екапилса. Участие в торжественной церемонии открытия пешеходной велосипедной дорожки приняли как заказчик и строители, так и местные жители, которые давно ждали этого момента. Многие пешеходы и велосипедисты каждый день отправляются на работу и обратно по маршруту поселок Сала Екапилс. Но в течение многих лет они были вынуждены двигаться по обочине. Общество жителей Холеста и другие активисты поселка 11 лет настаивали на реализации проекта строительства велосипедной дорожки. Мы собрали 1277 подписей. И есть такой лозунг – хорошая идея всегда сбывается. Очевидно, эта идея была хорошей. Огромное спасибо всем, кто принял в этом участие. И сегодня мы можем гордиться этим проектом. «Я очень довольна. Еду в больницу на работу и обратно каждый день, и утром, и вечером. Теперь, когда здесь будет освещение, все будет в порядке». Вдоль региональной трассы Айскруклы Екапилс республиканского значения за четыре месяца была построена освещенная дорожка для пешеходов и велосипедистов длиной в 4 километра и шириной в 2,5 метра. Толщина асфальтобетонного покрытия – 5 сантиметров. В ходе реализации проекта был реконструирован, построенный еще в начале XIX века, мост через реку Пелете. Исторические каменные своды были сохранены. Проект финансировался из госбюджета, и в целом в этом году предприятие «Латвийс Валсцели» реализовало проекты строительства пешеходных и велосипедных дорожек в четыре этапа. «На самом деле мотиватором для реализации этих проектов стала не только необходимость строительства велодорожек, а настойчивость и активность самих жителей. Да, у нас есть часть населения, которая предпочитает либо идти пешком, либо ехать на велосипеде». Главным подрядчиком проекта стало предприятие «Ошу Калнс». Стоимость контракта – более полтора миллиона евро, включая налог на добавленную стоимость. Исполнитель работ подчеркивает, что проект был сложным, поскольку многое нужно было сделать за короткий период времени. В церемонии открытия велодорожки приняли не только пешеходы и велосипедисты, но и танцоры коллектива Екапельской государственной гимназии «Кауранеши». Мода – это ветреная непостоянная особа, которая восхищает и зачастую раздражает. Тем не менее, представить мир без подиумов, ошеломительных показов, модных домов и новых ароматов просто невозможно. Но время настолько быстротечно, что сегодняшние коллекции уже завтра становятся историей. А кто, как ни Александр Васильев, историк моды, лучше всех знает об этом, и который на этой неделе побывал в Даугупелсе и вынес ему, а также странам Балтии, свой модный приговор. Об этом в нашем большом пятничном интервью. Кто бы мог подумать, что Александр Васильев не считает обязательно посещать неделю моды в Париже. Свои дела для него куда важнее. Не ходок на неделю моды, потому что я работал в это время в Турции, а до этого работал на аукционе, ярмарке старинных вещей в городе Шату. Я видел только один показ литовского модельера Йозеса Статкявичуса, моего очень старого друга, который проходил в благородном цирке зимнем, «Сирк-дивяр» по-французски, где он собрал полный-полный зал. Это необычно. И показал очень хорошую коллекцию, которая была весна-лето 25-го года. И зал не только руку плескал, но я тоже был безумно рад сдержанностью тонов. Он направлял моду только в серый, черный, немножко белого и красный. Считал, что этого достаточно на будущее. Было драматично, сдержанно, элегантно. И главное, что не было того, что сейчас очень модно, трансгендерная мода, чтобы она была полностью унисексуальна. Несмотря на то, что Александр Васильев в Дагуэплсе бывает регулярно, вынести модный приговор нашему городу он затрудняется, поскольку не оценивался той точки зрения ни сам город, ни его жители. Другое дело – балтийские страны. Стиль одежды очень сильно зависит от религии. Но во всех этих странах есть общность, интерес к природе, который повышен в Балтийском регионе. В Латвии сильна очень скандинавская тенденция. И очень многие носят два цвета, а не 17, как в России. Что не модно в странах Балтии – это показывать свое благосостояние через одежду. Считается неприлично, когда на тебе много бриллиантов, хотя люди богатые здесь есть. А что с Парижем? Смог ли он сохранить тот шарм, который был ему присущ еще лет так 20 назад? Или Париж уже не тот? Париж был городом антикварных магазинов. Их было очень много. Все обанкротились. Потому что нету спроса. Сказать почему? Особенно банкротятся не ювелиры, потому что это можно носить, а торговцы мебелью. Сейчас самый популярный стиль. Вам интересно какой? 950-е и 60-е годы. Все антикварные магазины в Париже переполнены мебелью послевоенного времени, которую вы увезли на дачу или выкинули на помойку, как ненужную старомодность. Сейчас это писк. В Боскомкругу знакомый Александр Васильевна называет его предсказателем. Что не скажет, все исполняется. В свою очередь историк моды говорит, что ему нравится заниматься аналитикой, да и интуиция у него очень развита. Поэтому уже сегодня он знает, какой будет мода спустя 5-10 лет. В моду войдет женственность, потому что репродуктивную функцию женщины пока еще не отменили. Женщины захотят знакомиться. Сейчас впечатление, что женщины не хотят знакомиться. Это будет скорее сексуальная провокация. Я думаю, что это будет скорее мир раздежды на худом теле, какого-то белья, каких-то комбинаций. Вот вы говорите пижамы, всех удивили. Я думаю, что женщины будут в ночнушках полупрозрачных ходить, как в эпоху ампира. Надо сказать, что Александр Васильев очень интересный собеседник. И что самое главное, этот человек открыто говорит о том, что думает, не задумываясь о том, что и кто о нем потом скажет. Возможно, именно поэтому он интересен и здесь, в Даугуполсе, и в Турции, и во Франции, и в других странах мира. Сентябрь в Латвии – это месяц, когда мы говорим о Райнисе. Ему посвящены самые различные поэтические мероприятия. Одно из них – это конкурс выразительной речи, участие в котором приняли школьники первых 12-х классов из Даугуполса, Агудаговского края, Сейлой и других отдаленных мест. Ребятам предстояло прочитать два произведения Райниса и Аспазии. Об этом далее в сюжете наших коллег Латвийского регионального телевидения. Экспрессивно-эмоционально такую характеристику можно дать конкурсу «Сценические речи Зелта Съятыньш», который прошел в доме Яниса Райниса в Беркинеле. Участие в нем приняли более 40 школьников, каждый из которых представил на суд жюри в своем прочтении. Два произведения на выбор Райниса и Леоспазии. Сегодня дом Райниса в Беркинеле вновь наполнен улыбками школьников, волнением, элементами белых блузок. Это просто фантастика наблюдать, как 10 детей по-разному читают произведения. Одним словом – творчество. Текст приходится запоминать наизусть, поэтому волнение присутствует, ведь что-то можно и забыть. Конкурсанты оценивались в трех возрастных группах. Большое внимание жюри уделяло художественному исполнению, культуре речи и актуальности литературного материала. Сегодня на конкурсе я прочитаю Аби Мигужи и Мелна Мэйтени. Аби Мигужи о том, что два мальчика не хотят вставать, и отец их за это ругает. Думаю, выучить стихи наизусть несложно, но чтобы читать их красиво, с выражением, нужны учеба и терпение. Надо работать над этим ежедневно и стараться представить себя в роли героев, о которых написано стихотворение. Мы еще волнуемся, но мы пытаемся это чувство преодолеть, говоря себе, что для нас уже большая честь выступать и участвовать на этом мероприятии. Для большинства участников конкурс сценической речи является ежегодной традицией, и с каждым разом произведения читаются все лучше и лучше, на что влияют и сами конкуренты. Я очень люблю читать стихи и участвую в конкурсе не в первый раз. Стоя на сцене, читая произведения, мои глаза загораются, и я – это уже не я. Ты уже должен быть уверен в том, что все знаешь, ничего не забудешь. Ты просто вышел, рассказал историю и ушел. Есть небольшой стресс, но я стараюсь его не замечать, когда выхожу на сцену, стараюсь быть спокойной, потому что чем больше я тороплюсь, тем быстрее идут слова. Так что, как учил учитель, читаем медленно, от души. Организаторы мероприятия уверены, что у этого конкурса будущее хорошее, поскольку число желающих принять в нем участие растет год от года. Ну а победителей – традиционно трое в каждой возрастной группе. На мой взгляд, самое главное в этом мероприятии – то, что дети читают, знакомятся друг с другом и знают наизусть хотя бы одно стихотворение. Доказательством смелости является то, что страх сцены с каждым годом у них исчезает. На самом деле, это хороший опыт, потому что конкуренция высокая. Здесь представлен не только Ау-Кузаговский край. Есть возможность услышать, как выступают и другие дети, и чему-то научиться у них. Конкурс «Зелта Светанч» проводится с 2001 года. Его цель – популяризация литературного и культурного исторического наследия Райниса и Аспазии, а также воспитание и развитие навыков сценической речи, творческого, эмоционального самовыражения детей и молодежи. Отношение к такому виду уличной культуры, как граффити, у большинства жителей весьма настороженное, которое ограничится неприятием. Тому причиной являются псевдомастера граффити, которые по большому счету занимаются вандализмом, разрисовывая баллончиками с краской фасады зданий, заборов, мостов и не только. Герои нашего сюжета – настоящие художники. Да, работают они в технике граффити, но их работы не портят визуальный облик. Их творчество направлено на созидание, а не на разрушение. А в планах у ребят замахнуться на монументальную живопись и создать мурал на стене одного из городских зданий. Подробности далее. В крепости открылся уникальный вернисаж, для которого выставочным залом стала природа, а декорациями здания иезуитского коллегиума в Дагубовской крепости. Еще недавно в его окнах зияла темнота, а сегодня из них на вас смотрят мировые знаменитости. Все это стало возможным благодаря реализации одного из многочисленных проектов «Эйробдирект Денвид Латгала» центром. Еще 8 мая, когда мы в Дагубовсе проводили огромное мероприятие, «Эйробдирект Денвид Латгала» происходило граффити-мастер-класс, где молодежь Дагубовса могли испробовать свое художество в этой художественной отрасли. Но тогда и родилась эта идея делать выставку, поскольку Латвия уже 20 лет, как и Евросоюзе, делать выставку, показывая единство Европы, показывая, насколько многонациональными художники Дагубовса предлагают нам видеть этих персон в культуре, в искусстве, в архитектуре, в разных сферах, которые работали, которые их страны популяризировали. Авторами этого вернисажа стали знаменитые в городе художники, работающие в технике граффити. По их словам, проект для них оказался весьма интересным, но главное, что с их творчеством сможет познакомиться достаточно большое число людей и, возможно, после этого изменит свое мнение о граффити. Здесь достаточно объемная работа, получилось 30 работ. Сюда вписались все страны Евросоюза, и каждой мы уделили отдельную работу. Нас работало трое художников, и каждый работал по своей теме. Виктория рисовала знаменитостей художников, актеров, научных деятелей, каких-то значимых персонажей Европы из каждой страны. Я рисовал народных девушек, хотел показать, какие разные в Европейском Союзе народности, костюмы народные, но нас всех объединяет Европа, и через вот эти сохранения каких-то народных, народной одежды и образов собирательных сделал такое. Я рисовал больше граффити-буквы, более стандартное граффити, но также нарисовал несколько портретов, ну и вот в таком тоже больше граффити-стиле. К чему обязывают такие проекты мастеров граффити, учитывая тот факт, что для непросвещенного в этом виде творчества человека так называемые наскальные рисунки надписи вызывают только возмущение. Граффити – это всегда искусство на грани вандализма, и каждый для себя вот эту грань находит. Мы нашли себя в этом, то есть мы перенесли свои умения и граффити-навыки на картины, на оформительские работы, на участие в разных проектах. И мы хотим нести через работы все-таки что-то светлое и что-то большее, чем просто расписанные где-то мосты или какие-то написанные не очень хорошие надписи. Все архитектурные строения, какие-то особенно исторические, хочется сохранять в изначальном виде, и не хотелось бы, чтобы их просто молодежь портила. И поэтому мы всех призываем, там, ребят. У нас раньше были мастерские, мы рисовали, чтобы ребята не ходили и портили стены, а приходили к нам, рисовали, развивались и через граффити росли как личности. Одним из первых, кто посетил этот вернисаж, стал руководитель фонда Аденауэра стран Балтии Оливер Марвинский. Мы очень довольны результатом этого проекта. Прогуливаясь здесь и всматриваясь в эти работы, люди наверняка увидят знакомые всем лица, которые являются не только всемирно известными персонами, но и символом нашего времени. И, как мне кажется, очень важно объединить прошлое с настоящим, и важно, что к этому процессу были привлечены молодые люди. Артем Махлин, исполняющий обязанности руководителя управления Даугубской крепостью музеев, подчеркивает, что данный проект благоприятно влияет на создание творческой среды на территории Большого исторического памятника, соединяя прошлое и настоящее. Наверное, я бы возражал, если бы граффити было бы нанесено на сами стены, потому что для нас действительно это самое старинное здание, для нас важна колористика, для нас важны все слои исторические, которые были нанесены на фасады. А вот в таком варианте, это временный вариант в любом случае, мы все надеемся, что когда-то это здание тоже приведем в порядок и дождется своей ревитализации. Поэтому такие формы возможны, и мы их поддерживаем. Одним словом, приходите в Даугубскую крепость, посмотреть на новый современный вернисаж. Обещаем, скучный не будет, и он действительно будет весьма увлекательным. Пьяный водитель за рулем, смерть за поворотом. Эта фраза знакома и взрослым, и детям. Но на некоторых персон она не производит должного значения. Они продолжают садиться за руль своего автомобиля, под шофе, будучи уверенными в том, что они не представляют угрозы для окружающих. И все им по плечу. Чем это заканчивается, мы все прекрасно знаем. Подробности далее. Несмотря на ужесточение административной ответственности злоупотребляющих алкоголь автоводителей, это не останавливает. И они по-прежнему представляют реальную угрозу для общества. В конце сентября сотрудникам полиции самоуправления Даугублса несколько раз приходилось задерживать пьяных водителей, часть из которых вели себя весьма неадекватно и агрессивно. Так, 29 сентября внимания сотрудников поста видеонаблюдения муниципальной полиции привлекла компания, собравшаяся возле одного из кафе в центре города. Было установлено, что человек, возможно, находящийся в состоянии опьянения, сел за руль автомобиля и начал движение. Водитель при этом не соблюдал правил дорожного движения и пересек перекресток на запрещающий красный сигнал светофора. Информация была передана мобильному полицейскому экипажу, который, следуя указаниям коллег с поста видеонаблюдения, догнал и остановил машину. Водитель транспортного средства, это мужчина 96-го года рождения, вел себя очень нервно, чувствовался характерный для алкоголя запах. Выяснил, что он употреблял спиртные напитки и сел за руль в состоянии опьянения. Кроме того, у мужчины не было водительских прав. Он был задержан и передан сотрудникам госполиции для дальнейших процессуальных действий. А несколькими днями ранее, 20 сентября, в тяжелую часть полиции самоуправления полуступила информация от жителей города об автомобиле марки «Вольво», водитель которого якобы сел за руль пьяным. Информацию передали всем патрулирующим город-экипажам. Вскоре сотрудники полиции заметили автомобиль, который ехал по улицам центра города. Была предпринята попытка остановить автомашину, но водитель никак не отреагировал, после чего началась погоня с использованием проблесковых маячков и специальных звуковых сигналов. Через громкоговоритель от водителя потребовали остановить машину. Было установлено, что мужчина с 78-го года рождения действительно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителя передали должностным лицам госполиции для проведения дальнейших процессуальных действий. И в завершении программы о погоде. В первые выходные октября в Латвии будет меньше облаков. Ночи станут более холодными, а вот на следующей неделе температура воздуха немного повысится. Так говорят синоптики. В ночь на субботу на большей части страны небо прояснится, температура воздуха понизится до минус 2, плюс 5 градусов. Местами образуется туман. Похожая температура ожидается и в воскресенье ночью и утром. Заморозки возможны во всех регионах страны. В выходные дни прогнозируется слабый ветер, солнце временами будет скрываться за облаками. В субботу местами на побережье пройдет дождь. Температура воздуха днем поднимется до плюс 10, плюс 14 градусов. Ожидается, что в понедельник местами в восточной части страны будут идти дожди. А во вторник осадки возможны в некоторых районах Курзумы. Температура воздуха существенно не изменится. Согласно текущим прогнозам, в середине и во второй половине следующей недели по всей стране временами будут идти дожди. Немного усилится южный ветер. Температура воздуха ночью будет в основном не ниже плюс 8, плюс 13 градусов. Днем воздух может прогреться местами до плюс 15, плюс 17. На этом все. Всем хорошего вечера. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!